Ильхам Алиев. Я не вижу смысла во встрече с Пашиняном. Компромисс со стороны Армении должен быть предельно четким. Нам должен быть предоставлен график времени освобождения все еще находящихся под оккупацией частей Агдамского района Кельбаджара и Лачина. Премьер-министр Армении лично должен об этом заявить. Об этом в интервью испанскому агентству ЭФ заявил президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Однако они не только не представляют нам график времени, но даже и не говорят об освобождении данных территорий. С 27 сентября по настоящее время военно-политическое руководство Армении никогда ничего не говорило об освобождении территорий. В таком случае они фактически проявляют неуважение к сопредседателям Минской группы, разработавшим эти принципы для обеспечения возвращения семи районов и фактически приводят к еще большей эскалации. Так что мы ждем, когда премьер-министр Армении открыто скажет об освобождении Кельбаджара, Лачина и остальной части Агдама, отметил глава государства. По словам президента Азербайджана, ничего другого, кроме военного варианта, не остается. Мы не хотим продолжать военные операции. Я неоднократно говорил и сегодня могу повторить, что если премьер-министр Армении лично сам, как человек, несущий ответственность за это кровопролитие, выступит с таким заявлением, то мы готовы немедленно остановиться. Немедленно. Я человек, который держит слово и мы это сделаем. Но Пашинян этого не говорит. Он хочет выиграть время, хочет прекращения огня для получения еще большей военной помощи, хочет воспользоваться этим прекращением огня для новых атак на Азербайджан и возвращения освобожденных нами земель. Вот его намерение. За стол переговоров с Пашиняном Алиев пока садится не намерен. Это абсолютно бессмысленно. В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч. Он обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время после революции, то он хорошо подготовится упрощить свое положение в Армении в политическом отношении и после чего он будет готов к конструктивной работе по выполнению основных принципов. Это то, что он говорил мне в первые месяцы своего руководства Арменией. Однако спустя год стал говорить совершенно иное. Он сказал, что нет ни сантиметра земли, которой можно было бы возвратить Азербайджану. Сказал, что Карабах это Армения. Сказал, что Азербайджан должен вести переговоры с руководством пресловутой структуры в Нагорном Карабахе. Таким образом он сделал все возможное для нарушения переговорного процесса. Поэтому в настоящее время я не вижу смысла во встрече с Пашиняном. Недавно наши министры иностранных дел встретились в Женеве и, как мне кажется, сегодня это правильный формат для контактов.